Более ста километров прямая линия земли, траектория. Ты не понимаешь, что такое три точки. Чучева, ебаная! Вот послушай меня внимательно. Есть такое международное... Андрей, пожалуйста, не оскорбляй. Роман, ты заткни ему, ебало, этому дурагову. Козел, ебаный! Дай мне вопрос задать, чтобы он заткнулся. Микрофон отключи, я задам вопрос тебе, уточняй. Он дает говорить, это мудила, блядь, бородатая. Уважаемые слушатели, у нас пришел в гости уважаемый Купцов. У него, конечно, своеобразные взгляды, своеобразный взгляд на мир. Но, честно говоря, очень интересные, скажем так, наблюдения и выводы. И у нас находится Николай Рогов, который считает, что у нас Земля круглая, и космонавты летают в космос. Вот, все-таки я сейчас еще и продолжу, и тогда заслушаем нашего уважаемого гостя, который только что присоединился. Так получается, вы говорите сами же, Николай, что я пока сам не увижу, то есть я не поверю. Хорошо, но у вас глаз не способен увидеть это расстояние, потому что есть интерференция. И есть у вас так называемый оптический вот этот угол. Вы смотрите, у вас все равно на расстоянии собирается все в точку. Вам в этом только поможет оптика. Все. Я вам сказал аргументы, по-другому как бы вариантов нет. А то, что предлагает у нас Кунгуров, это очень сильно, ну, мое личное мнение ставится под сомнение. Потому что чистота эксперимента тоже вот так вот нарушается. Все. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, мабуть, уже устал. Он уже тоже знает, что живем на плоской поверхности, что в морских замерах никогда кривизна выстрела не рассчитывается. То есть стреляет из пушки, и там нет, как говорится, наклона. Как Алексей говорил, что корабли видели просто на нереальном расстоянии. Даже невооруженным глазом можно увидеть этот корабль в открытом море. Но в советское время, когда он задавал эти вопросы, у него спрашивали, с какой целью интересуетесь? И он замолкал. Понятно. Вот. Такая математика. Поэтому. Это уже, да, это уже пройденный материал, поэтому, уважаемый Андрей, это скорее всего ей уже интересно. Он уже миллион привел фактов с точки зрения геодезии. То есть я вот бывший шахтер, я прекрасно знаю километры, это сколько идут протяженности, скажем так. Ну, кто-то скажет, а как ты мог под землей определить, может, где-то оно закругляется. Ну, не строят метрострой, и поезда это закругляют. Ну, если есть идиоты, которые так спрашивают, ну, надо просто поворачиваться и уходить. Потому что 99% тех, кто пытается спорить, такое ощущение, что они в жизни никогда не видели ни один учебник, никогда не занимались, ну, никаким видом труда, не существовали в этой жизни, а просидели за клавиатурой всю свою жизнь. С таким разговаривать бесполезно. Ну, есть вещи, которые надо хорошо себе представлять. Как реальность. Тут же, опять же, стоит вопрос, понимаете, чистота эксперимента, то есть то, что мы можем понять, пощупать, проверить и даже подставить по сомнению, с удовольствием, я с вами согласен. Но некоторые люди, так вообще нет, что отказываются от всего, что угодно. Вот есть вот так вот принято и все, и все иди подкручивают под шарик. Ну, а зачем вообще разговаривать с человеком, который, ну, он не желает думать или не в состоянии это делать? Ну, сколько можно высказывать? Нет, почему? Он в состоянии людей. Вот Николай Рогов прекрасно, вот у нас гость, вот он хорошо думает, в своем направлении делает какие-то, ну, то есть определенные труды. Но он считает, что он всю жизнь проработал, и он проработал на сонообразной земле. А кем он проработал? Ну, это нежелательно, но это касается космоса. С дворником я проработал всю жизнь. Тебе какая разница? Ну, если ты стебаешься, ну, тогда продолжаем работать дальше, и пошел нахуй. Еще вопросы есть? Если я тебе пришел... Так, Андрей, у нас не ругаются, пожалуйста. И, Николай, не оскорбляйте один другого. Да, Кур первый начал. Я вас обходим, прошу. Я простой вопрос задал. Если ты работал в сфере технического производства, это одно. Если ты работал ментом, и кроме палки в руках, свистка и взяток, ничего в руках... Я работал действительно дворником. На пенсии дворником работал. Последняя работа дворником. Ну, какая разница, что я работал радиомонтажником или дворником, или электриком? И все... Земля от этого выровняется, что ли? Дворником. Ну, что тут профессия-то я не пойму? Да очень просто, а иначе тебе не объяснить. А не надо мне объяснять. Очень просто. Если ты не способен объяснить ребенку или человеку, который с метлой, грош цена твоим знаниям. Ну, а тогда мне грош цена до его мозгов. Я не собираюсь свои мозги тратить на дворник. Все, вопрос закрыт. Нет, слушай, вот у меня к тебе вопрос. Секундочку, сейчас. Я чуть-чуть... Ну, пожалуйста, разрешите, я вот закончу, чтобы не ушли вот такую тематику. Во-первых, я понимаю, для чего Андрей спросил. Он спрашивает, чтобы понимать, какая у вас специфика и знания. То есть, насколько вы знаете. А потом уже пошли в России. Ну, у меня высшая мера информации. Я начертил дюйм. Это высшая мера информации. Я понимаю, ты неграмотный, в общем-то, человек, который всю жизнь что-то просвистел соловьем. Никогда не был связан с реальной жизнью. Тебе хочется каждому дать свою характеристику. Ты человека не знаешь и гадаешь. Я характеристик, асцендент стрельцы, 7 градусов. Ты хочешь навязать свои понятия, что ли? Да ни хуя не своя, ёб твою мать. Ты говоришь, все города мира устроены, например, одним интересным способом. Вынос твоего личного говна дворника должны быть выносить под углом к полям аэрации. Этот сгон где-то составляет в среднем, ну, где-то 2 метра на 5-6 километров. И вот этот вот угол возможен только при плоской земле. При любом его изгибе нет возможности самотеком вытащить говно за пределы твоего района. То есть километров на 15-20 невозможно. В Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейре, в Париже, в Москве. Я все сказал. Если ты хоть немного, ну, чем-то занимался в этой жизни, ты просто представишь себе, как течет вода. И следующий будет аргумент, очень простой. Реки текут на основании величины перепада их русла. Тогда поступающий извне влага добавляется в этот уровень. А он принимает, в общем-то, ну, одно единственное решение. Вот этот лишний сгон направить в мировой океан, распределить эту влагу по повестности. Это любой учебник гидрологии, в общем-то. Ну, просто объясни мне тогда, вот почему есть северный бассейн, есть южный бассейн. Я не собираюсь объяснять, почему у тебя квадратная жопа. Я привел основные аргументы, которые может любой человек посмотреть живьем. Ладно, Рома, давай, если ты бесполезно разговариваешь, слушай, у меня к тебе это уточнение. Вот ты сказала насчет зрения. Понимаешь, глаз... Слышите, ребятки, это обидно. Не скрывай в разговоре, не с тобой разговаривай. Так мне хуй с тобой, что вы разговариваете, если у меня... Не перебивай ты, уважай ты хотя бы других-то. Не собираюсь уважать, дебилов, еще раз говорю. Да не меня, не меня. Не перебивай только, не перебивай. Я разговариваю с человеком, а не с тобой бы разматривайся. Слушайте все, еще раз. Есть очень простые аргументы, которые связаны с научно-техническими дисциплинами. Геодезия, которая оперирует при строительстве домов, только ориентацией на плоскую поверхность. Гидротехнические сооружения только на плоский уровень Единого мирового океана. А зачем ответ тогда? Конструкция самолетов, которая предусматривает параллельный полет над плоской землей. Это обеспечивает единственный в мире великий прибор. Отвес. Гироскоп. Отвес что такое? Учебники Штельбыль, которые все ориентированы только на плоскую землю, которые... Роман, дай мне вопрос задать, потом вы послушайте. Дальновер морской, которым любой из вас сейчас может совершенно спокойно посмотреть, если есть такая возможность. И вы увидите на расстоянии 20, 30, 40 километров любой объект, который будет... Это мало. Более 100 километров прямая линия земли, траектория. Ты не понимаешь, что такое три точки. Чучело, ебаная! Вот послушай меня внимательно. Есть такое международное... Андрей, пожалуйста, не оскорбляйте. Роман, ты заткни ему ебало, этому дурагову. Козел, ебаный! Дай мне вопрос задать, чтобы он заткнулся. Микрофон отключи, я задам вопрос, тебе уточняй. Он не дает говорить, это мудила, блядь, борода. Так, Андрей, Николай, я честно... Кривизну земли определяет международное геодезийское общество. Если оно говорит, что 40 тысяч километров – это диаметр окружности, то сунь в жопу свои тысячи километров или там метров прямой плоскости. Ты принимай официальную точку зрения в 40 тысяч километров и тогда не выдумай свои версии. Я тебе говорю про нормальный учебник ниши геодезии, который предусматривает строительство, исходя из земли. Я тебе говорю, дебилу, про конструкцию самолета и гироскопа, который предусматривает полет параллельно земле. Андрей, у нас не оскорбляют. Еще раз я вас очень... Пойдем оскорбляю? Ну, так, ну, некрасиво. Ну, давайте что-то по-человески. Ну, даже... Я тебе вопрос задал. Перед вас. Что мне нужно, чтобы тихий поверхности. Блин, ну отключи-то у него микрофон. Слово-то не даст сказать нам. А нахуй тебе говорит? Ты же дебил. Так, ну, народ, будьте человеками. Подождите, стоп. Остановились. Он, знаете, всю жизнь никем не работает. Он даже не может сказать, кем работает. Он выдуман свою профессию. Этот дедок-пасечник. Не надо, человек. Ну, давайте так. Не будем... Ну, я понимаю, Андрей. Я понимаю, то есть, ваше эмоциональное всплеск. Давайте вот так вот, по большому счету. Я не халю. Шароверы, то есть, начинают стебаться, смеяться и говорить что-то неадекватное. Наш инструмент – это только говорить качественно. Николай же, в свою сторону, первый не начинал оскорблять. Он просто-напросто начал адекватно общаться. Если мы будем, ну, слушайте, если мы другого будем оскорблять, мы истину вообще не будем никак не оскорблять. Он мне солгал в глаза. Тебе что, трудовую показать, что ли? Мне похуй твоя трудовая. А как тебе доказать, дураку? Взрослые дяди, которые старше, эрудиров, и не меня. И один другого начинаете обсыпать. Потому что я механик. Я знаю геометрию. Я знаю теоретическую механику. И я знаю реальные предметы, приборы, которые… Я твои рисунки сумасшедшие увидел, может заткнуться. Роман, дай мне вопрос тебе задать. Задавайте, и все. И Андрею мы отпустим. Николай, Николай… Я не перебивал. Вот смотри, ты говоришь взгляд там это, он там видит настолько-то. Вот расстояние просто, я у тебя спрашиваю, до Луны или до какой-нибудь звезды. Вот взгляд человеческий, глаза же видят, звезды. Ну так это же зависит от размера еще объекта. Да какая разница? Блик видят? Ты можешь так просто создать? Вы не забыли, Николай. Расстояние 120 километров. Смотрите, у вас угол горизонта, то есть если небо, там у вас… О, угол горизонта, вот давай, вот с этого начнем. Вот, и складывается, грубо говоря, само расстояние. Ну, как тебе вам бесить, у вас получится перспектива. И вот эта перспектива, когда горизонт, она как раз и закрывает часть предмета. Вот и все. И то же самое это касается… Вот, Роман, если ты немножко знаком с геометрией, ты знаешь, что на окружности, на круге, есть зона прямой видимости три точки. Три точки – это прямая линия, предел. Трехсекундная зона, три шага, пробежка. У нас вот три матрицы. Три точки – это предел прямой видимости. Так вот, надо разделить 40 тысяч километров на 12. Или на три. Как вы, откуда хотите. И тогда вы получите зону прямой видимости поверхности Земли. Я не говорю круглая она или плоскость. Или плоскость. Но есть предел прямой видимости. Допустимо. Если вы на 120 километров видите, значит, она плоская. Если не видите за пределом трех точек, все, она круглая. Ваша теория рухнула. Так надо определить это расстояние, понимаешь? Определить их дереве, чтобы вы были согласны, и я был согласен. Девчонка Уэв, твоя конструкция твоего глаза изучалась со времен Геленгольца. У тебя есть определенный угол зрения, который уменьшает предмет и сокращает видение. Не в зависимости от формы предмета, от особенностей твоего глаза. Поэтому только ты, потомственный дворник, а на самом деле мент из Мухасранска, может взять за основу глаз и на основании аккомодации его зрения и 7 градусов активного сужения рассуждать о возможности познания окружающего мира. Вот 100 километров осмотрения, по примеру, это каждый может. Автомобиль, проедьте 100 километров и воткните такое что-нибудь блестящее и посмотрите. Ребят, если вы будете разговаривать с каждым дебилом, вы всю жизнь потратите на объяснение того, что давно понято, описано и выражено. Я тебе дебилу рассказываю. Твой глаз обладает неприятной особенностью. И понимаешь, как-то Луна закрывает Солнце. Ты можешь объяснить, что такое солнечное затмение? А кто же делается Луна, и как она закрывает Солнце? С 7 градусом сужения. У тебя аккомодация 50 градусов твоего фокуса. Андрюшенька, что такое лунное затмение? Ну, ответь. Опозорься перед народом. Я тебе говорю самое простое. Мне похуй твое затмение, я тебе говорю. Оно не твое, оно естественно. Для того, чтобы вынести какашки, у тебя... У тебя нет аргументов. Ты только болтаешь свою бороду старую, блин, морозвати. Я тебе говорю, да удаю. Ты понимаешь, что такое затмение? Тогда тебя служить будут дурака, блин. В крупных городах, в земной поверхности... Давай, давай, объясняй, объясняй. Это уже какашки. На основании... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!